Видите, даже на упаковке от колы кто-то мне дал. Пожалуйста, утилизируйте правильно. Пожалуйста, утилизируйте правильно. А как это делать, нас не научили. Экоактивист Татьяна Уткина, автор сырье, может рассказать все. Из чего сделана привычная нам упаковка, как маркируется, куда сдается и что можно изготовить из обычных бутылок. Волею случая Татьяна стала сдавать на переработку то, что большинство из нас привыкли отправлять в мусорное ведро. Польза для экологии, экономия ресурсов и доход, пусть и небольшой. Своим опытом она с удовольствием делится с подрастающим поколением. Урок в целом был интересный. Очень-очень много нового узнали. Я надеюсь, что к нам еще приедут с таким уроком открытым. Рассказали, что можно перерабатывать, что нельзя перерабатывать. Рассеяли все мифы о нашем заводе. Правду о заводе рассказал Андрей Кугаевский. На производстве он прошел путь от техника до директора. Посвятив ему почти 30 лет жизни. Знает и о распространенных стереотипах. Горящие факела не угроза экологии, а предохранительный клапан, который нужен, чтобы избежать серьезных аварий. Если нужно снизить давление в установках, часть углеводородного сырья из них направляется на факел и утилизируется. Его горение – признак того, что на производстве все в порядке. Белый дым – просто пар, получаемый в результате охлаждения технической воды. Андрей Петрович подсказал ребятам, какие у Сибура сейчас есть программы для старшеклассников и студентов, каких молодых специалистов ждут на предприятии. Отвечая на вопросы, мы погружаемся в их интерес, прежде всего, а для них это, еще раз повторюсь, дополнительная информация. Для нас это тоже очень полезно, потому что через такие встречи, через таких ребят мы имеем своих агентов, в хорошем смысле этого слова, которые понимают, что мы делаем, понимают следствие того, что мы делаем, и правильно это интерпретируют в дальнейшем социальной среде. В подарок школьники получили эко-чемоданчик и приглашение на экскурсию по предприятию. Ценный дар поступил и в музей Дмитрия Менделеева, открытый при школе. Фотопортрет великого ученого, сделанный в фотомастерской Елены Мразовской в 1895 году в Санкт-Петербурге. Раритетную фотографию в школьный музей передал член правления Сибура Михаил Корисалов. При поддержке запсид «Нефтехима» был отремонтирован школьный краеведческий музей, оборудованы его залы, а коллекция периодически пополняется историческими экспонатами, связанными с Дмитрием Ивановичем. Мы сказали, что будет очередной подарок. У меня было такое трепетное волнение. И вот всю неделю я ждала вот этой встречи, чтобы получить снова такой ценный для нас, бесценный, можно сказать, даже подарок. Потому что если сравнить с тем, что в Тобольском музее-заповеднике не будет такого экспоната, а у нас есть. Это еще более значимо для нас. Цикл экологических уроков, стартовав в Верхних Ремзянах, пройдет и в других городских школах. Анастасия Терехова, Рустам Рузиев, Тобольское время.